Вся эта кукуруза на полях ЗАУ – славянского ценный корм для молочного стада, богатый энергией. В будущем силы. Его заготавливают по специальной технологии. Вначале определяют влажность зеленой массы, после – степень необходимого измельчения кукурузы. А уже потом происходит непосредственно процесс заготовки с добавлением консервантов прямо через комбайн. Это нужно, чтобы корм дольше сохранял свои полезные и вкусовые качества. В работе на полях площадью 560 гектаров задействовано два кормоуборочных комбайна, а еще камазы и тракторы. В планах заготовить более 20 тысяч тонн силыса. Заготовка продлится около двух недель. После заготовки силыса останется у нас кукуруза на зерно. Но это будет немного позже, пока еще влажность не позволяет. Заготовка кукурузы на зерно завершится к концу октября. А пока акцент на силысе. Вообще у нас в хозяйстве применяются несколько технологий заготовки кормов. Это и выращивание зерновых, культурное зерно, заготовка сенажа, это и ямы, и упаковка в вакуумные рулоны. И, естественно, силосование зеленой кукурузы на силыс. Силосование или консервирование без доступа воздуха – наиболее распространенный способ заготовки кормов из кукурузы. С поля измельченная зеленая масса отправляется в специальные траншеи. Там ее трамбуют тракторами, каждый из которых весит около 30 тонн. Затем все укрывается двумя видами пленок, одна из которых герметично. Третий слой – сетка, которая выполняет роль груза. Одна такая яма объемом около 8 тысяч тонн уже полностью заложена. Ямы, кстати, к сезону уборки тоже подготовили заранее, их реконструировали. Закупили специальные плиты, новые поставили. Вот стены траншеи выполнены специальных силосных плит, которые герметично между собой соединены. Они стали, ямы стали выше, чище. Другой вид корма сенаж заготавливается по иной технологии, без добавления консерванта. Зеленая масса подвяливается до определенного состояния, ее прессуют, а потом оборачивают в вакуумную упаковку. Сейчас упаковано уже 6,5 тысяч таких рулонов. Всех этих заготовок, с учетом будущих, должно хватить на год вперед. Корова у нас 850 голов, содержится. На дое у нас сейчас средняя 32 литра, жирность 37-38 у нас. В планах предприятия построить новый коровник на 100 мест и увеличить дое на поголовье. Но не только в собственное производство вкладывается ЗАО «Славянская», но и в развитие спорта среди местных жителей. Недавно в поселке Верховье завершили модернизацию спортивного стадиона. Порядка 20 миллионов аграрии потратили на его обустройство. В первую очередь здесь были приобретены вагончики под раздевалки. Мы их поставили, облагородили, провели туда свет. А еще оборудовали душевые, крытые трибуны, футбольное поле с электронным табло и установили освещение. Теперь здесь могут заниматься как любители спорта, так и профессионалы. Елизавета Юкович, Дмитрий Дергачев, телеканал Первый областной.